Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. Итак, я Сусуриско. Меня Антон добросил до автовокзала. На автовокзале думал на автобусе доехать до Арсеньева. Но меня перехватили частники и на марке втором, сером, доехал до Арсеньева за 2 часа. Автобус 3,5 идет. Цена 1000 рублей с сумками. Ну, как и на автобусе. Такая же примерная цена. Все, в Арсеньеве встретился с Петей и его отцом. И мы сейчас едем заново в Сысуевку, чтобы нам было проще уехать, выбраться из под Арсеньева. И для того, чтобы у нас не было мысли вернуться назад. Ну, автосток начинается. Сегодня 3 августа 2022 года. Движемся в сторону Саха-Якутии, город Якутск. Ну, что, зашел в магазин, купил водички и арсеньевского кваса. Мы под Арсеньевом на Вососуевке, ну, или по пути в Новососуевку. Выезжаем автостопом до Саха-Якутии, город Якутск. Там на Ленские столбы хотим посетить автостопом с моим другом Пётром Виталичем. К сожалению, на канале Блок Владивосток не будет пейзажей Владивостока, будет путешествие двух экстремалов-автостоперов до Якутии. Поэтому в ближайшее время ролики будут выходить на эту тему. Кому интересно, пишите комментарии, подписывайтесь. Кому неинтересно, тоже пишите, будет интересно посмотреть, интересно ли вам это зрелище увидеть. Он врет, кому неинтересно, можете не писать. Мы уже стоим здесь полчаса и не можем никого остановить. Поэтому я решил купить водички, потому что мы воды мало взяли с собой. Соответственно, подъехал в Арсеньев в 11 часов, выехал с Уссурийска в 8. За 1000 рублей на частника. В общем, едем. Было весело. Друзья, мы уже стоим 40 минут, пока поймали только одну машину. Сказали, что едем до Хабаровска, но человек сказал, что он едет в другую сторону. И нас не взял. Главное, не забудь сказать, что мы... Петя сказал, что мы не должны отчаиваться. 40 минут это мало. Он уже предложил, если нас сегодня никто не подберет, мы будем ночевать вот там, в соседней луже. Друзья, вот стоим, тут зависли уже... Кстати, видно церковь. Это хороший знак, крест, купола. В общем, все будет хорошо. Нам благоволит, так сказать, дорожный дух. Хорошее настроение, хорошая погода. Мы приехали получить удовольствие от процесса. Ну, будем наслаждаться. Вот, в общем, я работаю, а он ищет знаки. Да. Тоже работаю. Он там знаки, тучи на нас находят. Это знак. Знак, что надо быстрее ловить машину. Я хочу хотя бы сегодня оказаться в Хабаровске. Интересно, это осуществимая мечта или нет? Нет. Сегодня... Друзья, ну, вот простояли мы 55 минут или 45 минут и поймали первого нашего попутчика. Или мы попутчики. Первого нашего водителя. Любовь. Любовь. Прекрасная девушка нас подняла и мы очень благодарны. Да. Ура, мы хоть сдвинулись с места, сейчас доедем... Начало есть. ...в сторону Чугуевки, там на поворот на Ледяковльке выйдем. Мы едем до Хабаровска. Я снимаю, давай тебя снимаем. Ты что-нибудь скажешь? Я уже все сказал. Все сказал. В общем, друзья, будьте отзывчивы, помогайте автостопперам. Я думаю... Помогите материально. Нет, хотя бы просто переместить их с одной точки в другую. Все, всем. Доехали до поворота на Яковлевке. Тут тенечка, к сожалению, нету, но зато красиво. Смотрите, какие тучи шикарные. И там налево поворот на Чугуевку. В общем, сейчас будем голосовать в сторону Спаска. А потом в сторону Хабаровска. Все, всем пока. Спасибо. Вот первая наша машина, которая нас подвезла. Увидимся дальше. Поедем дальше. Там еще есть Шимановский у нас друг. Вот он, наверное, ближе к Краска. А у нас этот. Из пленников Шимановский, да? Работал здесь, я. Сейчас не общаюсь? Общаюсь, он же на двоем. А, да? А этот мой друг Димон. Чуть-чуть сниму облака красивые. Так, вот это наша вторая машина. Люди с Яковлевки хорошие попались. Аккуратно. Нас выбрали. Чуть не сбили, но это хорошо. Почтение. Спасибо им большое за то, что подобрали нас с поворота на Чугуевку и на Яковлевку. Довезли нас до Яковлевки до поворота. И сейчас нам предстоит путь до Спаска. Тут около 60 километров. Около 60 километров. Там гравийки, правда, 30 километров. Поэтому, не знаю, здесь мы можем сейчас закуковать. Очень сильно закуковать. Еще и тенечка нету. Ну, короче. Зато нам подсказали, что там дальше 3 километра пути пешком есть речка. В общем, ну, будем думать, если сейчас запаримся, пойдем на речку. И сказали, что ночевать здесь не стоит, потому что ходят медведи и тигры. Ну, в общем, следите за нами. Поедем дальше. Друзья, пока стояли. Машин нету, никого нету. Мы, конечно, на Яковлевке собрали немножко мусора в кучку. Сейчас еще пособираем. Будет там вот. Созраться было нечем? Да, так как нечем было заняться. Вот там поставим вот эту кучку мусора. И кто живет рядом с Яковлевкой, пожалуйста. Друзья, пока тут стоим. Вот дикая малина. Ажина еще ее называют. Прям на дороге. Я чуть-чуть в тенечку шел. Потому что жарко. Зашел в лес. Тут, в принципе, он довольно грибной. Но грибы уже все испорчены. То есть грибов особо не видно в Яковлевке 3 августа. Друзья, стоим тут уже около часа. Что-то трафика нету. Я решил зайти в кусты и собрал лещину. Смотрите. Орешки. Вот лещина. Дикая лещина. Пожалуйста. Растет. О, как раз у нас подъехала машина. Сейчас нас кто-то заберет. Возможно. Если нам повезет. Не, нам нормально. Вам, чтобы машину не было. Ай, блин. Это хозяйка. Это хозяйка. Короче, на Игоря села вонючка. Вот. Она знает, куда сесть. Да, моя профессия блогер говорит. А что ты там набрал? Выехали с гравийки на асфальт. Подъезжаем к Спаску. И на Спаске уже будем ловить на большой трассе людей до Хабаровска. Надеюсь, кто-нибудь подберет. Проезжаем вот мосты. Это уже пятый по счету по этой дороге. которые сломаны. То есть, вот такие объезды сделают. И вон там мосты. Все по... Как бы не функционируют правильно. Их надо менять. Их уже пять штук насчитали. Буквально за 60-50 километров. Говорят, кстати, в Спаске еще тоже мост сломался. Два моста сломались. Так что... В Владивостоке... Ой, в Владивостоке. В Приморском крае в 2022 году мостам Каранды приходится. Приходится. Ну, мы решили пойти проверить поспело кукуруза или нет. Ну, там кукурузное поле большое. Просто пару кочанов проверим, есть нормальное, спелое или нет. Короче, набрали кучу кукурузы. Невидимая. Вот она. Вот она. Там болото, короче. И Петруха не захотел мочить ножки и портить себе репутацию. Я не захотел кроссовки убить, потому что мне в них еще целый месяц просто жить. Ладно, едем дальше. Мы уже почти к Спаску подъехали. Передаем привет Максу и Оксане. Вот со Спаска. Да, вот они на Карибе нас подвезли. И все. Спасибо им большое. Добрый вечер. Мы двигаемся дальше. Вот уже трасса. Владивосток-Хабаровск. Да, рассказали нам. А что сказали? Удачи вам в вашем... Безнадежном деле. Рассказали про медведей, что там медведи, и надо быть аккуратными. Ребята, интересные столбы, короче, обычно они основательные, бетонные, а это фейковые. То есть, если посмотреть сбоку, они просто вот такие. Ну, народ не стал сильно заворачиваться. Ну, экономят, где могут, как могут. А мы, между прочим, вот на вывеске Хабаровск 508 километров. Арсеньев 100 километров. То есть, мы всего 100 километров прошли. Три машины поменяли, 100 километров прошли. Ну, нам еще 508 до Хабаровска. А вот и мы. Hello. Хабаровск. Встречай. Спаски, да? Да. Комаров хватает. Там он на болоне стоит. Так ты сфотой вот ранения. Что-то фото ранения. Вот это комары вот так грызут в Спаске. В одном из районов. А мы едем как раз по этому району, и, думаю, нас тоже могут так загрызть. Ну, мы покажем его. Ой. Проезжаем поворот на Кронштадтку. Ой. Сфокусировался. Вот она, Кронштадтка. Там, говорят, рыбу хорошо ловится. У меня тесь там ловит. Вот. Специально для тесте включения. И для людей, кто любит ловить рыбу, то имейте в виду, что на Кронштадтке есть озеро, где хорошо ловится сазаны и караси. А мы едем дальше. Дарья, четвертый автомобиль. Провез нас километров 20-30, может быть, 40. Ну, непонятно, потому что по асфальту ехали довольно быстро. И что могу сказать? Этот автомобиль я поймал. До этого трех. Петруха поймал. Ура! Это мой первый автомобиль, который я поймал. Кстати, автостоп чем-то похож на рыбалку. Ты просто стоишь, вот так голосуешь, и клюнет, не клюнет. И как только клюнет, надо еще подсечь, ну, попроситься, короче. И главное, чтобы наживка была хорошая. Вот моя наживка. Да, у Петруши лучше получается, у него. Он более позитивный, чем я. Чуть-чуть такая милитарий, как бы зеленая. Еще и потная чуть-чуть. И некоторые люди думают, что, может быть, он какой-нибудь военный, или еще что-нибудь такое. Все, а тут дорогу делают. Ну, мы будем дальше ловить автостопом ехать. Давайте, поехали. Таким образом мы питаемся. Ну, это первый у нас обед. Мы уже съели по яичку. Тут еще картошечка есть домашняя. Мы, наверное, сейчас сосисочки. Вот таким образом удовлетворяем голод. Я, наверное, вот эту раздавленную сейчас баху. Пока что-то не ловится автостоп. Так, это у нас пятая уже попутка. Мы поймали автобус. Автобус нас даже сам подобрал, наверное. И едем в сторону Кировки. Ура! Пять террас? Очень. Причем автобус нас, говорит, уже видел по дороге в ту сторону. Да. И на обратном пути нас решил подобрать. А он подобрал то, что осталось не доедя, но не доходу. Ну, что там, истории мои хочешь записать, нескромные? Да. Нет, так не пойдет. Я не готов это отрешать. Не готов идти. А, подарок. Все, пока-пока. Все, счастливо. Едем дальше. Так, ну вот этот автобус нас отвез. Мы доехали до Кировского. Кировка, Кировский. Вон стоимость бензина на сегодня. Ох, это пятый. Пятый наш автобус. Мы уже все мокрые, потные. Хотелось бы искупаться, но походу и надо ехать дальше. Поэтому поехали дальше. Валдар, да, вы что-нибудь торопитесь? Просто ничего не грубил, просто стоит. Хотя, ну, он видит, что они вперед не могли лезть. Не стал нажигать. Шестая машина. Мы доехали докуда? Мы доехали до следующего населенного. Ну, где-то Шмаковку проехали. Горные ключи, чтобы поправить. Да, то есть вот Шмаковка. Нам нужно будет... Жалко, Нарзанчика не взяли. Ну, ладно, ведем дальше. Мы на Горных Ключах. Вот тут уже красивые сосенки. Там проехали Нарзан, к сожалению, не заправились. Здесь вот, смотрите, какие сосны. Стоим, голосуем. И вот так вот еще час, наверное, будем стоять. Может быть, быстрее получится поймать попутку. Поедем дальше. Друзья, смотрите, что увидел. А увидел то, что Владивосток 305, Хабаровск 419 километров. Так что мы еще полпути даже до Хабаровска не прошли. Едем, едем. Мы остановили седьмую уже по счету машину за сегодня. Где-то около полчасика, наверное, тормозили. Ждали, искали, ловили. И вот нам улыбнулась удача в виде Виктории, которая нас любезно согласилась подкинуть еще на 30 километров вперед. Спасибо ей большое. Друзья, берите автостоперов, правда, уточняйте у них информацию, кто они такие, что такие, правильно. Безопасность превыше всего, но поэтому я согласен, что нужно будить аккуратненько, поинтересоваться, кто где что, и на обум никого не брать, обязательно, так сказать, поинтересоваться. А вдруг они из мест не стали отдаленных? Ну, в общем, мы едем дальше. Седьмая машина удачливая, счастливое число. Проезжаем речку, здесь ремонт дороги. О, классно, лотос. А как речка называется? Уссури. А, это Уссури? Серьезно? Суссурийской я ехал. Классно. Суссурийской я ехал до Арсеньева. Да, до Уссури наехал. Так, проезжаем красивые скалы после речки Уссури. Ну, какая красота. Сейчас заедем на лотос. Сейчас заедем на лотос. Сейчас заедем на лотос. Вот тут, да, лотосы прям такого класса. Так, приехали, в общем, на лотосы. Давайте посмотрим их поближе. Я смотрю, тут прогулки осуществляют на лодочках. Так, ну что, сделаем пару фотков. Да, фотки, чтобы лотос в фоне лотоса. Это вот так, это видео. А, и мы доехали. Едем дальше. В блок Владивосток. Мы моемся детским мылом. На речке. И вот мои мечты исполнились. Мечты сбываю. Так, ну что, мы помылись. Искупались. Кепку помыл. Я весь еще застрять умудрились на этой машине. Вот в этой луже. Там вот застряли. Весь грязный был. Ну, искупались. Помыли. Сейчас поедем дальше. Классно в речке. Свежая, свежая свежающая водичка. Свежая, свежающая. Ну, типа того. Зашли в кафешку. Уютно, как дома вкусно. Ну, вон, кафешка. Заказали там отбивную, чайочек и пиццу. Посмотрим, вкусно, невкусно. Отпишусь. Все поели. В принципе, вкусная, отбивная была. Чайочек. Само то. Заморить червячка. Едем дальше. Посмотрите, какая красивая закусочная с интересным нежно-персиковым закатом. Кстати, хотел показать, что там есть еще душ. Вот душ, стиралка и комната посудочная. Туалет 50 рублей, душ 100 рублей. В общем, это на повороте на Лесозаводск. Вот такая кафешка. В принципе, тут очень уютно и душевно. Нас накормили. Приятно. А мы едем дальше. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Благодарю за просмотр. И увидимся в новых видео. Блок Владивостока. Интересные места, достопримечательности города, Приморского края. А в данном случае и путешествие автостопом до Якутии с Арсеньева.